Потерпело разгромное поражение. Саратовский «Сокол» в одной из 16-й Кубка России проиграл футболистам Краснодара домашний матч. Последний мяч у ворота соперника забили краснодарцы на 76-й минуте. Матч закончился со счетом 5-0 в пользу гостей. Подробнее о других событиях саратовского спорта в нашем обзорном материале. Саратовцы разгромили соперников итальянский клуб «Лека». 23 сентября состоялась контрольная встреча в рамках предсезонного сбора в Бармео, Италия. Баскетболисты «Автодора» выиграли со счетом 95-68. По словам главного тренера Владимира Анциферова, соперник саратовцев был довольно неопытным. Очень быстро «Автодор» получил 30-очковое преимущество, после чего игра пошла спокойнее. Из Италии «Автодор» перелетит в Нижний Новгород, где 26-27 сентября примет участие в трехдневном традиционном предсезонном товарищеском турнире «Кубок Нестерва». 23 сентября в городе Киров состоялись всероссийские соревнования памяти Порфирио по фехтованию по шпаге среди кадетов. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов. Саратовскую область представляли две воспитанницы спортшколы Олимпийского резерва по фехтованию. В личном первенстве Екатерина Тарасова завоевала серебряную медаль. Светлана Вьюркова стала 27-й. Турнир является рейтинговым и входит в систему отбора в состав сборной команды России по фехтованию. 19-22 сентября в городе Клинцы Брянская область прошло первенство России по самбо среди девушек. Золотую медаль завоевала воспитанница спортшколы города Балашова Дарья Тепчук весовой категории до 75 килограммов. Спортсменка в составе сборной России отобралась для участия в первенстве мира, которая состоится в декабре на Кипре. Бронзовым призером соревнования весовой категории 44 килограмма стала воспитанница детской и юношеской спортивной школы города Вольска Арина Очкина.